Привет, пацаны и ребята. Я сегодня в школе, ты мой подарок от Деда Мороза. Он называется... Давай, я скажу, как называется наш набор? Набор для опытов юного химика. Я скажу, что для него надо? Он очень интересный. В нем есть целых три опыта. Я вам скажу, как их из туши монокристалл, искусственный снег и мышки Бернули. И мы сегодня будем быть из туши монокристалл. Майя, я скажу, что для этого надо? Ну, у нас есть инструкция, что нам надо делать. А еще надо защита. Надо перчатки и маску, но у нас маски нет. Ну да, мы обойдемся на этот опыт только перчатками. Тут не должно ничего взрываться, кипеть и стрелять, поэтому я думаю, что защитить руки нам будет достаточно. Я скажу, что надо. А для этого опыта нам нужна литровая банка, обычная, стеклянная. Еще нам нужен специальный порошок голубой. Он есть в этом наборе. Это порошок медного купороса, но это мы будем учить на химии. А еще нам нужно 100 миллилитров теплой воды. Даже не теплой, а горячей. Нагретой почти до 70 градусов. Мы все подготовили. Для того, чтобы наши кристаллы выросли, нам нужна деревянная палочка, шпажка или что-нибудь аналогичное и веревочка. И зимое вещество. Веревка должна доставать до дна банки. Такой длины будет достаточно. Мы все приготовили для наших опытов и сейчас будем пробовать, что же у нас получится. Что надо делать с початку? С початку мы должны налить в банку 100 миллилитров подогретой воды. Вот эту? Вот эту, да? Давай, забирай шпажку и наливай воды. Нет, ты налей. У меня перчатки, я могу ее изолить. Значит, мы должны сначала убрать шпажку. Потом мы должны... Открой мне баночку. Хорошо. Поворачивай. Мы берем нашу воду и аккуратно выливаем в банку. И мы опускаем туда... Подожди, подожди. Потом мы должны высыпать. Я осыпаю. Давай. Почти все. Совсем немножко надо оставить. Почти все синее вещество в банку. Аккуратненько высыпай. До конца, до конца, до конца. И кулечек отложи отдельно, чтобы он нигде не потерялся. Мы высыпали в баночки. Вот оно теперь должно раствориться. А вот эту часть кристаллов мы оставили про запас. Нам надо их будет потом опустить уже в подостывшую воду. Мам, вот это назад надо? Нет. Теперь нам надо немножечко поколотить нашу баночку. Можно в ней чем-нибудь поболтать, но не металлическим желательно. Деревянной, наверное, подойдет этой палочкой, чтобы все наши кристаллы растворились. Дай я поболтаю. И потом подождать 10 минут. Можно поболтать? 15, может быть. Можно поболтать? Поболтай чуть-чуть. О! Чтобы наши кристаллы растворились. остановлять на время. Привет! Уже створилось наше вещество. Давай посмотрим. Что дальше надо делать? Так, наше вещество уже вот практически стала синяя-голубь такая водичка. Голубенькая. И практически полностью растворилась. Что дальше надо делать? И вода уже остыла. Что дальше надо делать? Дальше нам надо туда в водичку высыпать вот эти кристаллочки. Вещество, которое мы оставили. Немножечко. Высыпай аккуратно. Да, полностью-полностью. Высыпай туда в баночку. Подходит нам такое. Высыпалось? Почти полностью. Ну, еще чуть-чуть высыпи. А то мы уже выкинем остаток. А это как краситель. Да. И дальше мы приготовили шпажку и намотанную веревочку на нее. Показывай. Длину веревочки Петя. Нет. Лассо. Ни лассо и ни фехтовальная шпага. У нас маленькая шпажка. Для того, чтобы Петя, не отвлекайся, мы собрались доделать свой опыт. Будешь делать? Да. Теперь мы должны шпажку положить сверху на банку. Не надо засовывать внутрь. А эта ниточка должна свисать внутрь банки. У тебя получилось? Да. Наша банка с раствором подготовлена для выращивания кристаллов полностью. Теперь ее нужно поставить, что мы читали в инструкции. Ее надо поставить в место, где она будет стоять совершенно спокойно. Никто ее не будет дергать, переставлять и трусить. И кристаллы наши будут расти может быть один день, может быть два, может быть три, а может быть еще чуть дольше. И мы покажем видео, где у нас есть кристаллы. Через два дня мы посмотрим, что будут делать наши кристаллы. Два дня мы ее трогать не будем. Все. Ждем. Это. Продолжение следует...